Еще только середина мая, а в Губкинском уже начали реконструкцию уличнодорожной сети. В выходные рабочие приступили к ремонту отрезка дороги почти в 300 метров на проспекте Губкина. Здесь не только поменяют полотно, но и сделают систему водоотведения. Всего в этом году отремонтируют около 6 километров дорог. Но ремонтировать будут не только центральные улицы. У нас будет проводиться полномштабный капитальный ремонт улицы строителей. Там тоже полностью будет сделана система водоотведения, будет поменено дорожное полотно и ремонтная работа тротуаров будет выполнена. Делаем 4,5 километров ремонта внутриквартальных проездов. Это очень большой объем работ, который мы в том году еще запланировали, увидели места, где это необходимо сделать. Поэтому в этом году будем обязательно делать. Одной из самых масштабных станет реконструкция 30-го проезда в 6-м микрорайоне. Сегодня здесь строится современный детский сад на 240 мест. В этом же году планируют приступить к возведению третьей школы. Обустроить проезд предложил депутат Заксобрания Виктор Казарин в рамках проекта инициативного бюджетирования «Уютный Ямал». Проезд позволит обеспечить безопасность горожан. Кроме того, летом произведут реконструкцию 41-го проезда к дачным участкам в районе водозабора. Его судьба решилась благодаря участию горожан в проекте «Бюджетная инициатива». Большой объем работ запланирован по ремонту придомовых проездов. Всего на реконструкцию и ремонт дорог в этом году округ выделил 265 миллионов рублей. Все средства у нас доведены округом. Наш губернатор Дмитрий Андреевич Артихов очень сильно поддерживает наш город. Он видит, что у нас есть проблемы, которые накопились уже за предыдущий период. Их необходимо оперативно и срочно решать. Потому что главная цель, которая поставлена всем главам муниципальных образований, которая поставлена нашим губернатором, это повышение качества жизни наших ямальцев. Губкинские дороги в порядок приводит подрядная компания «Пурдорстрой». Напомним, эта организация уже не первый год сотрудничает с муниципалитетом. По прошлогоднему ремонту все дороги, которые выполняла компания «Пурдорстрой», находятся в нормальном состоянии. Срок службы асфальтного покрытия у нас не менее шести лет. Прежде чем приступить к реконструкции, необходимо выполнить фрезерование асфальтобетонного покрытия, то есть снять первый слой. Затем разобрать и установить бордюрный камень, обустроить ливневую канализацию, укрепить обочины и только потом уложить асфальт. Два слоя будет – крупнозернистый и щема. Мы не первый год ложим это таким образом. Пока что идут демонтажные работы. Мы снимаем плиту, фрезеруем верхний слой, завозим материалы необходимые. Ремонты на объектах будут вестись поочередно, чтобы не создавать неудобства горожанам. Все работы планируют завершить к сентябрю. Елена Канина, Михаил Марков, Новости Губкинского.